Вы замечали, что нам, современным людям, лень читать книги? Вроде как берешь в руки, приступаешь к чтению, но внимание быстро пропадает, начинаешь отвлекаться и зевать. Да и вообще, люди 21 века не могут долго сконцентрироваться ни на одном деле, будь то медитация или занятия в университете. Почему так происходит и кто сделал нас такими нетерпеливыми? Всему виной клиповое мышление. Что такое клиповое мышление? Это потребность видеть мир через ряды коротких, ярких образов, клипов. Истории в инстаграм, современные фильмы, сериалы, реклама, музыкальные клипы, ну и наконец видео на ютубе. Все эти вещи формируют клиповое мышление, когда мы не можем сконцентрироваться на чем-то одном больше пары минут. Мы чувствуем зуд срочно проверить новости ВКонтакте, переключить вкладку на браузере или осмотреться вокруг в поисках яркого информационного стимула. Заметьте, современные фильмы и мультфильмы создаются только для клипового зрителя. Сцены в них идут маленькими блоками, часто сменяя друг друга без всякой логической связи. Пресса наполняется короткими текстами, а телевидение показывает новости, которые не связаны между собой. Например, где-то взорвалась бомба, а следующим кадром нам рассказывают о расставании голливудской пары, после чего сразу переключают на рекламу подгузников для детей. В результате человек, не осмыслив одну тему, переходит к потреблению другой, и этот процесс постоянно ускоряется. Но вот что хуже всего. Исследователи выяснили, что клиповое мышление делает людей внушаемыми. Из-за него мы банально не можем отличить истину от лжи. Сознание как бы дробится, и нами становится все легче манипулировать. Снижается способность к анализу, ведь любая информация не задерживается и быстро сменяется новой. Но и это не все. Человек теряет способность к эмпатии, мы перестаем понимать друг друга. Страдания других уже не кажутся нам такими понятными. Так как бороться с этим клиповым мышлением и уберечь себя от этих ужасов? Ведь такими темпами мы все скоро превратимся в зомби. Первое. Чтение художественной литературы. Да, друзья, не посты ВКонтакте, не статьи в интернете и даже не научпоп, а длинные тексты художественной литературы. Посоветую нескольких любимых авторов. Герман Гессе, Виктор Гюго, Толстой, Платон, Гераклит и так далее. Найдите литературу на свой вкус. Второе. Дни отдыха от информации. Это когда вы полностью выключаете все социальные сети, фильмы, сериалы и просто находитесь наедине с собой. Каждый человек нуждается в такой информационной разгрузке хотя бы раз в две недели. Советую проводить такие дни на природе. Третье. Смотрите старые фильмы. В них гораздо больше длинных диалогов, они не так насыщены образами, в них больше смысла и они гораздо более глубокие. Начните с фильма «Судьба человека» и попробуйте сравнить с современными фильмами о войне. Четвертое. Писать текст. Пишите, например, личный дневник. Начните с нескольких предложений в день и увеличивайте количество текста с каждой неделей. Это упражнение развивает системное сознание, формирует мозаичное мышление взамен хаотичному, беспорядочному потоку мыслей, к которому нас приучают. Пятое. Медитация. Думаю, вы не удивлены, что я снова упоминаю медитацию. Поверьте, 10 минут в день, потраченные на медитацию, того стоит. Изначально эта практика дается не всем, но упорный труд всегда приносит свои плоды. Судьба вашего сознания, как и сознание ваших детей, формируется сейчас. Чести и удачи!